В Саранье на 25 новоселов стало больше. Именно столько ключей было вручено в ходе праздничного мероприятия, которое состоялось в Доме культуры. На праздники собрались руководство города, работники градообразующих предприятий, представители общественных объединений, партии Нур-Атан, депутаты и почетные гости. На торжественном вручении побывали и наши корреспонденты. Анна Шалкарбек поделится с подробностями. В городе Сарань, как и по всей стране, идет активная реализация государственных программ, в рамках которых развивается малый и средний бизнес, создаются новые рабочие места, решаются проблемы с жильем. Словом, укупляется благосостояние граждан. Так, в честь Дня первого президента страны по программе «Занятый с 2020» в городе остается уже второй многоквартирный дом. Внимание присутствующих на празднике прозвучало выступление заместителя Акима города Бедельбаева Гульмиры Сериковны. Заместитель отметила важность вручения ключей именно в преддверии Дня первого президента. В календаре праздничных дар появился этот особенный праздник, так как именно 1 декабря 1991 года всенародным голосованием Нур-Султана Алишевича Назарбаев был избран первым президентом Республики Казахстан. Этот праздник был установлен в знак признания выдающегося за звук нашего президента, основателя нового независимого государства, дальновидная политика которого вывела независимый Казахстан на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе СНГ и получила международный авторитет. Торжественные обстановки были вручены 25 ключей от квартир 86-го дома. Новое жилье расположено в микрорайоне Горняк. Среди новоселов есть прибывшие из Каркаролинского, Нуринского и Абайского районов, одна из которых Айнуру Марова. Новоиспеченная жительница города к тому же будет получать образование. Но больше всего молодая мама из Каркаролинска радуется, что ее сыну наконец предоставлен садик. Словом, для комфорта сделано все. Снимали квартиру. На квартиру сколько денег уходило, чтобы ребенка устроить садик, не хватило денег. А мы сейчас очень рады. И будем стараться, чтобы наш город процветало. Символично на мероприятии была исполнена песня «Шукомор» на слова президента страны. Проведена презентация выставки, в которой отражены основные мероприятия с участием главы государства в период с 90-го по 2010-е годы. Тексты наиболее значимых выступлений. Праздник украсили своим выступлениями творческие коллективы. От всей души с наступающим днем первого президента поздравил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Лысяк. С президентом он встречался лично. Как человек, прорывший не один десяток лет, ветеран отмечает, что за годы руководства первого президента позитивные сдвиги в стране произошли во всех направлениях. Изменился облик и города Сарань. Впечатление у меня о нем, как о президенте, очень хорошее. Я многих видел старей, обкомов, ЦК, союза бывшего. Но такого президента, как он Сатан Абишевич, для меня это чудо, для всего нашего Казахстана. Он человек-феномен. Его уважают не только казахстанцы, его уважают и любят весь мир. И вот сегодня состоялся у нас праздничный день, первый день праздника президента. С таким воодушевлением в Саранце полный зал собрался. Мои дети, мои внуки, земляки. Я как ветеран, как старик, доволен. Словом, жизнь граждан поднялась на качественно новый уровень, считают почетные гости мероприятия. А вот молодые жители города о том, что история становления независимого Казахстана неразрывно связана с именем первого президента, подчеркнули лозунгами, которые они подготовили специально для мероприятия. Анатолий Шелкарбек, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.